Волнистая кайма. Вот схема этой каймы. Схему, как всегда, вы сможете найти на моем сайте. Ссылочка будет под видео. Раппорт узора 6 петель. Для того, чтобы показать вам на двух рапортах, я набрала 13 воздушных петель. И первый ряд связала столбиками без накида. То есть у меня здесь 13 столбиков без накида. А теперь начинаем вязать, собственно, вот саму эту волнистость. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Поворачиваемся и на крайнем столбике без накида вяжем 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3 и 4. А теперь пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. На четвертом вяжем столбик без накида. Присоединяя 2 ручка. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваемся. Столбик без накида вот под петли подъема. В воздушные петли. Поворачиваемся и только что связанную цепочку обвязываем 7 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Здесь мы 1 столбик пропустим и соединительный столбик на следующем. Это вот 1 элемент каймы. Давайте еще разочек свяжем второй элемент. 3 воздушных петли. 4 столбика с 1 накидом на вот этом же столбике, куда мы вязали соединительный столбик, чтобы прикрепить предыдущий элемент. Здесь 4 столбика без накида. 3 столбика пропускаем. 1, 2, 3. На четвертом столбик без накида. 5 воздушных петель. 4, 5. Поворачиваемся. Столбик без накида под петли подъема. В воздушные петли еще раз поворачиваемся. И 7 столбиков без накида на только что связанной цепочке из 5 воздушных петель. 4, 5, 6 и 7. 1 столбик пропускаем. И в следующий соединительный столбик. Вот у нас 2 таких элемента получились. Вот в общем-то вся хитрость. Давайте покажу вам образец побольше. Вот такая вот каемочка. Можно ее использовать вот для отделки горловины. И даже попробовать, если не очень сильная лекальная линия, вот так вот, чтобы вот эти волнушечки были к вырезу. Такая вот несложная, но симпатичная каемочка. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных, неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам! Легких петелек.